Собак не стоит. В стране формируется общественное движение в защиту правильной охоты кровного собаководства. Мы присоединяемся к этому движению. То есть в стране сейчас порядка 20 городов в данный час, в данный день зажигаются красные лампочки. То есть это не акция протеста, а акция именно показать наше единение, наше желание. Вот сейчас про то, что я прочитаю. Проект о внесении изменений в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов для внесения изменений отдельных законопроектов в акты РФ. В частности, запрета применения контактных способов тренировки животных. Давайте, друзья, забудем понятие травля. У нас тренировка собак. Именно. И лишая охотничьих правильной обученной собаке, существенно снижает его шансы выжить и покормить семью, особенно в тех регионах, где работа и заводы не работают, зарплаты не платят. Он демонстрирует полные безразличия к судьбе отечественного собаководства. Труду многих поколений селекционируют работающие не только об экстрелере, но и о рабочих качествах охотничьих собак. Если это качество невозможно будет поддерживать, развивать, учитывать, породу утратить свое значение, функциональность и, конечно, так. То есть здесь мы вспоминаем о першинской охоте. То есть Тула, она как город охотничий. То есть першинская охота, потом, то есть это волкогонные стаи русских пеких, борзых. Потом, тут же мы отметим и нашу подсадную утку. То есть исторические корни в нашем городе. Так, ну что еще сказать вам? Ну то есть, скажем, запретив контакт, мы практически теряем проверку работоспособности собаку ее правильно оценить. Оценить. То есть без получения дипломов и только тестируя. То есть мы теряем и такое понятие, великое понятие, которое похоже на кого-то, как элита. Это все обладает. И в конце концов, все идет к тому, что и охоту запретят. И еще я хочу отметить, что все-таки это охотник, это мужик. Настоящий мужик, который может стать нормальным поколением. Не наркоманом, не так. То есть учить своих детей, внуков, любви к природе, нормального отношения. И не зря говорят, что охотник это второй ежелон защитника Родины. Это тот человек, который в секундное время может встать на защиту Родины, которым не используется оружие, которое физически здорово. И не зря во время войны, то есть охотники славились, как были снайперы, следопыты. Разведчики. Разведчики, да. Ну, следопыты, разведчики. Ну что, и в конце я хочу, конечно, поблагодарить губернатора Демина и зампредседателя правительства Тенина, а также депутатов и сенаторов, а также и Королева за то, что дали возможность там собраться здесь и выразить свое сопротивление в данном вопросе. Спасибо за внимание. Сейчас здесь мы составили письмо и будут собираться розписи за данный проект. Дорогие участники митинга! Соответственно, законодательство в Российской Федерации Совет Федерации приостановил действия закона, принятого Госдумой и создал согласительную комиссию. Поэтому очень важно, что сегодня вы здесь собрались и участвуете во всероссийской акции. Поэтому наша борьба не закончена, и какое решение примет согласительная комиссия, прислушивается ли к ней Госдума, мы не знаем. Поэтому очень важна ваша активность. Знаменитый охотник Челищев утверждал, истинный залог прочности каждой нации – ее самобытность. Самобытная охотничья культура Тульского края – это и воспетая толстым псовая охота, это и поэтичная охота слегавой Ивана Сергеевича Тургенева, это и всемирно известная першинская охота, 130-летний юбилей которой 16 декабря 2017 года широко отмечен в Олексинском районе. Тульская область имеет и сейчас существенные достижения в племенном, охотничьем и служебном собаководстве. У охотников Тульской области в настоящее время проживают собаки, чемпионы России и Евросоюза. Признанием заслуг перед Отечеством собаководством явились две всероссийские выставки собак, успешно проведенных в Тульской области в 2012 и 2017 годах. На выставке 2017 года присутствовали делегации Латвии, Битвы, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Украины. Настоящий международный фестиваль охотников на Тульской земле. Развивая охотничьи качества собак, такие как смелость, чутье, послушание, закрепляя их в потомстве, мы охотники знаем, что эти качества используются в служебно-розыскном деле, обнаружении наркотических и психотропных средств и пресечении иных видов преступной деятельности. Эти качества с успехом были продемонстрированы при минно-розыскных мероприятиях в Сирии. Развивая злобу к зверю и любовь к человеку, охотники участвуют в предотвращении распространения эпидемий и эпизоотики в сохранении жизни охотников в случае нападения диких животных. Развитие этих качеств – немыслимо беспланомерной дрессировочной работы без прямого контакта со зверем или человеком-преступником. Контакт – основа племенной работы. И мерило профессионализма дрессуры. Нельзя подготовить хорошего боксера или борца без соперника. Нельзя подготовить хирурга по схемам и картинкам. Нельзя подготовить охотничьего питомца без прямого контакта со зверем. Сокращение в настоящее время в нашей стране садок по волку на злобу, широко проводимых ранее, уже отразилось на племенных качествах русской псовой борзой и ряда гонщих собак. Собаки стали демонстрировать робость, а то и трусость перед лицом грозного врага. Лайки без контакта с медведем и кабаном становятся опасными для самого охотника, бросаясь от страха ему под ноги в самый ответственный момент единоборства со зверем. Запрет контакта ловчих охотничьих птиц с птицей, которая тоже предусмотрена этим законом, которая является пищей сокола, орла и ястреба, вообще ставит жизнь этих видов под угрозу исчезновения. Это жестоко по отношению к хищным птицам, многие из которых уже внесены в Красные книги ряда регионов России, в том числе и в Тульской области. Вместе с тем, в 2016 году ЮНЕСКО включило соколиную охоту в список культурного наследия всего человечества. Уважаемые депутаты, в случае проработки данного закона на нашем региональном уровне просим учесть приведенные аргументы и дать предложение по коррекции закона с учетом национальных интересов народов России, бережного отношения к самобытной истории и культуре собственной Родины с традиционным воззрением ее граждан. Для реализации этого предложения просим создать рабочую группу при областной думе, включив в нее представителей охотничьего сообщества. Я вот предлагаю, если не будет ваших возражений, предложить в состав этой рабочей группы включить Румянцева Игоря Викторовича, кинолога Тульской региональной общественной организации охотников и рыболов, биолога охотоведа, эксперта второй категории по норным породам собак, ветерана вооруженных сил. Нет других поклонений? Также предлагаю включить Пушкина Сергея Васильевича, почетного члена Росохот рыболов Союза, эксперта всероссийской категории. Он не против? Кроме этого, предлагаю включить в состав этой комиссии кухарчика Вячеслава Алексеевича, биолога охотоведа, эксперта республиканской категории по норным породам собак и второй категории по гонщикам собакам, ветерана гражданской авиации. Нет возражений? Нет! Проголосуем за эти кандидатуры? Давайте добавим, что Сергей Валерьевич Асокин, он хоть и выступает перед нами, он активно участвует, давайте его тоже. Конечно! Спасибо за доверие. Голосовать поименно будем или списываем? Списываем, пусть и вас там шли. Кто за то, чтобы включить четыре названные кандидатуры в состав согласительной комиссии при областной думе? Прошу поднять руки. Афиба запрещает натравливание собак охотничьих пород и ловчих птиц на других животных при осуществлении мероприятий по их подготовке, дрессировке для охоты и не допускается способами, предусматривающим физический контакт, то есть через стекло. Адрессировка собак и птиц это выработка охотничьих навыков, является неотъемлемой частью процесса охоты, воспитания охотничьего питомца, развития заложенных природой в нем биологических инстинктов. Борзых используем народу в России на ее обширных просторах корты, русская степная, тайган, тазы и прочее. Перечеркнет многовековую селекционную работу целых поколений заводчиков борзых. Я тут хочу еще про норных добавить, что норная порода собак вообще тоже начиналась в Тульской области, потому что князь Голицын впервые привез фокстерьеров из Англии именно на Тульскую землю. Так что и здесь мы тоже впереди планеты всей. Многочисленные выставки крокоративных, охотничьих, пользовательских, спортивных пород, животных и птиц пользуются популярностью среди детей и взрослых. Дают возможность городским жителям соприкоснуться с миром живой природы. Кроме того, выставка – это важнейшее зоотехническое и селекционное мероприятие. Рассматривая пункт, ликвидирует селекцию как таковую. Научный метод отбора лучших производителей и генетическое закрепление полезных продуктивных качеств в потомстве. Вновь, как и времена академика Лысенко, в кавычках, попадает под запрет. То есть опять генетику перечет. Кроме замечаний по сути данного проекта не можем не отметить того явления, того давления на законодателей Госдумы, которые развернули так называемые зоозащитники. Многочисленные сайты, форумы, не стесняясь выражения, крикушевствуют о зоофашистах, садистах, живодерах, организуют сборы подписей под петициями и сбор денег для неясных целей, организуют пикеты и рассылки своих воззваний. Количество публикаций в сети интернет, активность и бурный рост численности адептов очеловечивания животных непрерывно растет. Растет и организованность их действий, что заставляет задуматься о наличии координаторов этого проекта. Наверное, не такая уж случайная кампания, развернутая сейчас в нашей стране. Наверное, не случайно в публикациях зоогуманистов мелькают такие лозунги. Украина преподала России урок доброты, Государственная Дума вступила в конфликт с президентом по поводу закона о животных, Государственная Дума вступила в конфликт с Советом Федерации и так далее. Мы уверены, что большинство граждан, вовлеченных в движение зоогуманистов, даже не догадываются о выстинных намерях организаторов этой кампании. Но активная активизация такого движения непосредственно перед выборами президента Российской Федерации на вершине. Я заключаю. Спасибо. Кто согласен с прежним нашего месяца, прошу подписаться в документе обращения к депутатам. В соответствии с законодательством в этом документе надо указать фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Дереволей, а не будем расширять обращения силовые структуры? Да, поступило обращение... Все-таки... Ну, это, расскажи. Еще такое небольшое предложение. Мы вот в своем докладе только что говорим, что силовые структуры, прежде всего, в Сирии оказывались, служебные собаки. В Чечне очень много применялись практические служебные собаки, но и охотничьи являются резервом силовых структур. И стоит ли нам обратиться к силовым структурам как-то в Министерство обороны, Министерство внутренних дел, УФСИН, чтобы они поддержали именно нас, как заводчиков. Мы, как сейчас, содержа собак, не в свои средства вкладываем, а они не будут... А в случае, как говорится, непредвиденных обстоятельств, как-то войны, они сразу окажутся уникализированы. Их на переподготовку практически окажется очень мало. Ну, они готовы, и собаки. Только не больше на подготовку. Вот такое предложение добавить. Звонить так, звонить во все колоколы. Еще какие предложения? Слово Сергея Васильевича. Дорогие друзья, у нас знаменитый охотник, говорит, что не надо рассказывать об охотниках, они не поймут. Поэтому слишком много циферамбов тоже не надо уделять. А революция нам... Вот мы же крышу уже достали. И началась это с каких уже? В 1990-м годах, где мы начали уничтожать охотничье хозяйство даже. Теперь это про листьев и собак. Что я хочу конкретизировать? Надо и нам посмотреть на себя в зеркало. Смотрите, как собак это... Как будут лисицы. Не надо этого делать. Готовят люди, у которых дома свой зверь. Дома свой зверь. Я о чем говорю? Надо этим... Нет, вот это надо регламентировать. Этично, этично надо вести себя. Надо глупых, зеленых туда направить. Вот работать надо. Они же прежде чем выбирались-то. Они в каждом коллективе практически были, наши депутаты. А этот, извини, домкозадный, который... Вот послать его в загон-то. Пусть он сходил в загон-то и подранил наукабанат без собаки. Вот посмотрели, как он ходит. Лучше к этой женщине, которая локтем. К этой женщине, ну, может быть. Или вот перед зеркалом, то есть через стекло пусть мутутится, с кем он там... Ну, это ему легко будет. Поэтому у меня убедительная просьба быть этичным во всех этих наших мероприятиях. Подасчет этики он привел пример. Я видел в интернете, как лису держал за хвост какой-то охотник, и ее три собаки рвали на части. Значит, во-первых, дурак, который повесил это в интернет, во-вторых, навряд ли это охотник, потому что такой метод воспитания противоречит положениям об испытаниях охотничьих собак в норных породах. А во-вторых, что это за законы? Они изучают, так сказать, по интернету, принимают законы, глядя в интернет. Ни один из них не был никогда на притравочной станции. И они это сами заявляют. Мало среди них охотников. Мы два месяца назад встречались с Валуевым, передавали ему обращение к нему, как депутату Государственной Думы. Он сказал, что, к сожалению, в Государственной Думе большинство антиохотников, так же, как в целом в обществе. А охотники не ведут себя активно. Соответственно, нет активности среди охотников, а зато активность среди зеленых преобладает. И Дума вот такие законы принимает, потому что нас не слышно. Поэтому всем своим знакомым, родственникам, друзьям, товарищам напомню, что 5 миллионов, да, очень хорошо отозвалась об охотников председатель Совета Федерации Матвиенко. Валентина Иванова Матвиенко, да. Она сказала, что не хотелось бы обидеть 5-миллионную армию охотников, а с членами семей. Мы целая огромная армия. И какие-то 30 тысяч подписей зоогуманистов мы переплюнем в раз. Если мы их соберем, если будем обращаться на сайты госуслуг, если зарегистрируемся там, мы сможем свое обращение также размещать. Если будем принимать участие в митингах и пикетированиях разных, то у нас будет гораздо слышнее. Спасибо. Все расписались? Нет, да. Входы в Курнауле, Владивостоке, Воронеже, Ижевске, Грозане, Курске, Москве, Оренбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Ставрополье, Туле, Якутске прошли мероприятия всероссийской акции в защиту правильной охоты кровного собаководства. Инициированные в Федерации Охотничества Буководства, Орхост и Ассоциации Росохотрополов Союз. Поддержку решений Совета Федерации о пересмотре поправок в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, ну и так далее. То есть поправки, о которых мы сегодня с вами все говорим. Охотничество, безусловно, разделяет от беспокойных депутатов Государственной Думы РФ отсутствию законодательной базы, позволяющей полноценно регулировать вопросы защиты животных и дикой природы. Однако в существующей редакции проект федерального закона за номером 333-4367 представляется непроработанным и опасным тем. Учитывая изложенное, участники всероссийской акции согласились, то есть мы все с вами согласились, чем приветствовать решение Совета Федерации об отклонении проекта в части предотвращения жестокого обращения с животными с созданием согласительной комиссии для продолжения работы над законом с учетом позиций всех заинтересованных сторон. Обратиться к членам Государственной Думы и Совет Федерации с просьбой передать законопроект для широкого обсуждения в регионы, а также запросить комментарии экспертного сообщества в проектах Министерства. Обратиться к членам Законодательных собраний субъектов РФ с просьбой провести совещания в регионах с заключением членов экспертного сообщества, сформулировать свою позицию к обсуждению закона проекта и направить ее в Государственную Думу и Совет Федерации. Обратиться в комиссию Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть публичное выступление председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира Владимировича Бурматова. Небезызвестный персонаж, я думаю, знакомый многим уже, да? На предметах соответствия статусу депутата. К обращению предложить видеоматериалы и публикации Владимира Владимировича Бурматова в соцсетях, содержащих провокационные призывы и оскорбительные высказывания в адрес граждан Российской Федерации. А также признаки о совершении действий, направленных на разжигание социальной розни и вражды. Обратиться к президенту Российской Федерации Путину и председателю правительства Российской Федерации Медведеву с просьбой поручить Минсельхозу Российской Федерации в цели подготовки пакетов законодательных акций и правилоположений для комплекса урегулированных геологических вопросов возобновить деятельность Совета по споководству, созданного в 2026 году, прикажем Минсельхозу номер 197. Включить состав Общественного Совета при Минсельхозе представителей ведущих общероссийских кинологических организаций и сформировать рабочую группу, состоящую из специалистов профильных департаментов Минсельхоза и членов кинологического сообщества. Просить правительство Российской Федерации не допускать разработку утверждения любых нормативных документов, касающихся кинологических вопросов, без участия Совета по споководству. Инициировать создание общероссийского общественного движения «Живая Россия» для координации усилий в области сохранения традиций русской охоты, развития кровного собаководства и защиты дикой природы. Для исполнения решений участников Всероссийской акции «Защиту правильного охота и кровного собаководства» создать Центральный координационный совет в составе Домоганская, Кузинков, Марина Григорьевна, Порфирьев. Получить совет и сформировать рабочие группы по каждому из вышеперечисленных вопросов. Проделить сезону работы на местах, возложить на организаторов, профессиональных учебных и терапевтистов. Проделить сезону работы на местах, в количестве uterine г … Это российский alpha, советские и специалисты, в accommodate five – четвертый ки изверх ... «Танев beir сетей кузин». Американцы ... «Танев beir сетей кузин» 浅 себя и ... «Танев beir сетей кузин». Это «Георик» «Чудин сетей кузин». «Во� этом лекции»